Всем привет. Решил все таки раз и навсегда помочь вам разобраться с тематикой питания видеокарт и материнок и заодно рассказать всю правду про фаза питания. Давно уже хотел это сделать, особенно после видео у Сереги с канала про хай-тек, где он пытался от крутых оверклокеров услышать ответ на давно уже волнующий всех вопрос. А в ответ вместе с толкомыми вещами все слышали еще и вот такой вот бред. Володь, в твоих руках результаты экспериментов с фазами питания, как не у тебя спрашивать про то, сколько нужно фаз питания обычному пользователю. Вот он пришел в магазин, выбирает материнскую плату там или видеокарту и смотрит, знает по каким-то тестам, что у одной 10 фаз питания, у другой 12 и мучается с выбором. Нужно ли ему это в принципе? Я окончательно понял, что время пришло сделать его именно сейчас, после того как меня просто заспамили просьбами прокомментировать те два видео, которые выпустила на своем канале Технокухня касательно всех видеокарт и питания видеокарт Aorus в частности. Начнем. Все современные материнки и видеокарты питаются напряжением 12 вольт. Но вот центральные процессоры или ГПУ или оперативная память, в том числе и видеокарт и прочие комплектующие, питаются гораздо меньшим напряжением. К примеру, для современных процессоров это напряжение курсирует в районе от 0.7 вольта до 1.5, а для видеокарт от 0.6 до, грубо говоря, 1.1 вольта. Поэтому в схемотехнике и применяются понижающие напряжение преобразователей, а если говорить точнее, то применяются импульсные понижающие преобразователи напряжения. Если спросите почему именно импульсные, а не линейные, то здесь все просто, в импульсных преобразователях намного меньше потерь. В этом видео я буду оперировать данными и показывать наглядно работу схемы питания на примере видеокарт, но все сказанное касается и материнских плат, а отличия только в получаемых токах и напряжениях после преобразования. Также я не буду вдаваться во все тонкости, расскажу максимально лаконично, вот так, чтобы у практически любого из вас была возможность понять этот материал. Итак, из блока питания на материнку или видеокарту приходит питание с напряжением 12 вольт. Проходя различные схемы защиты и сопряжения, это питание попадает на так называемый ключ, который конструктивно представляет из себя пару N-канальных транзисторов. Также у этого ключа есть специальный вход, через который им управляет контроллер, но не напрямую, а через устройство называемое драйвером. Переключая этот ключ в разные режимы, контроллер тем самым задает длительность и период тому импульсному питанию, которое появляется на выходе этого ключа, но получаемое питание уже не постоянное и все еще имеет 12 вольт, а нам нужно постоянное питание и к примеру 1.5 вольта. Чтобы получить желаемое, полученный импульсный сигнал пропускается через так называемый LC-фильтр, который представляет из себя комбинацию из двух самых обычных элементов, индуктивность и емкость, подключенных к выходу ключа так, как показано на схеме. Не вдаваясь в скучные и ненужные вам подробности скажу только то, что подобрав определенную скважность сигнала, емкость и индуктивность можно получить постоянную и нужную нам величину напряжения. Но у такого способа понижения напряжения есть недостаток. Из-за того, что наш сигнал до последнего преобразования имел импульсный вид, то у сигнала присутствует остаточный эффект, который называется пульсацией. И как вы видите, из графика заключается в том, что мы имеем на выходе напряжение не точной величины, а почти всегда немного отличный от того, что нам нужно. Как вы все наверное знаете, нестабильное питание для высокочастотной техники, а в данном случае чипов, приводит к ее нестабильной работе. Но инженеры компьютерной техники достаточно легко справляются с этой задачей, благодаря как раз именно многофазовой схеме питания. Принцип работы многофазовых схем заключается в том, что питание чипа делится на какое-то количество линий, которые подключены параллельно по отношению друг к другу. Но каждый из них запитывает чип с конкретно заданным сдвигом во времени. И как вы видите из графиков, если у нас две фазы, то пульсация напряжения уменьшается в два раза, а если у нас пять фаз, то и пульсация тока в пять раз меньше. А это уже приемлемый результат и наше значение напряжения достаточно близко к желаемому. А еще важно знать, что кроме уменьшения пульсации, фазовое питание позволяет достаточно легко наращивать подаваемый ток на чип и при этом снижать нагрузку с элементов питания. Сейчас на примере объясню как это, но сделаю одно уточнение. Не обязательно применять именно фазовую схему питания для этих случаев, а можно просто реализовать питание в виде параллельных линий в рамках одной фазы. Итак у нас условно есть процессор пятого поколения, который может потреблять до 200 ампер тока при максимальной нагрузке. На данный момент самые мощные мосфеты, которые применяются в материнках и видеокартах обладают выходным током 60 ампер. Так вот, при хорошем охлаждении этих мосфетов хватит и четырех штук, чтобы запитать этот процессор. Но чтобы не тратиться на дорогие и громоздкие системы охлаждения, производители делят нагрузку обычно вдвое или трое, увеличивая тем самым или количество мосфетов или количество фаз. При этом на стоимости конечного продукта это не сильно отражается, так как в этом случае устанавливаются компоненты с более низкими характеристиками, которые стоят дешевле. И вот здесь очень важно понимать, что более низкие характеристики это не синоним менее качественные элементы, просто достаточно с запасом и таких. Взамен мы получаем гораздо меньше нагрев элементов, что приводит к более низким потерям и более стабильной работе всей системы в целом. Некоторые, меняющие себя экспертами, заявляют, что мосфеты отлично работают и при 100 градусах, не зная того, что даже производители не гарантируют заявленные данные при температурах выше 70 градусов. И приведу второй пример. Процессор пятого поколения потреблял 200 А под нагрузкой, а новый процессор шестого поколения к примеру потребляет 250 А. И как раз благодаря распараллеливанию нагрузки мы можем обеспечить этот процессор нужным питанием, нарастив количество компонентов или поменяв их часть на более дорогие с более высокими характеристиками. При этом тепловая нагрузка на компоненты или останется прежней или возрастет, но незначительно. Но при применении фазовой схемы питания или питания с параллельным подключением требует выполнения одно очень важное условие. Ток должен равномерно распределяться по каждой линии, иначе перекос по питанию приведет к прогару одной из линий, а потом за ней лавина могут последовать и остальные. Равномерное распределение тока гарантирует одинаковые характеристики для каждого типа элементов в каждый момент времени. Теперь пришло время перейти от теории к практике, и я наконец научу вас читать фазы питания видеокарт или материнок. Итак, перед вами фотография платы MSI GTX 1080i Lightning. Это одна из самых топовых видеокарт по схемотехнике и по праву считается профессиональной платой для оверклокинга. Как я говорил ранее, питание, проходя схемы защиты и сопряжения, с напряжением 12 вольт делится на линии и поступает на ключи. Конкретно в этом случае роль ключа выполняет MOSFET IR3555, в котором питание превращается в импульсное и дальше проходя через LC фильтр превращается в постоянное, но уже равное 1,62 вольта, к примеру если мы говорим про момент времени, когда видеокарта под нагрузкой. Индуктивность фильтра из себя представляет дроссель, а емкость это конденсатор. По количеству дросселей вы можете узнать сколько линий питания поступает на GPU или память. Конкретно в этом случае это 14 линий на GPU и 3 на память. Ну а как же узнать сколько в этих линиях реальных фаз. И вот здесь уже начинаются тонкости. В первую очередь смотрят на контроллер. У всех топовых видеокарт он восьмифазовый, но от разных производителей. И многие могут подумать, что реальные фазы как раз и ограничиваются количеством фаз в контроллере, а все что больше это обман и маркетинг. И тут они будут не правы. Потому что дополнительное количество фаз наращивается благодаря драйверам, про которые я вам рассказывал ранее. Но эти драйверы не простые, как были в схеме. Вот эти 7 особых драйверов по своей структуре являются квадрерами. То есть 4 драйвера в одном корпусе. Но конкретно в этой схеме они работают в режиме даблеров, то есть двойных драйверов. И многие кто не знают принцип работы этих элементов, считают, что эти драйверы распараллеливают сигнал управления от контроллера. Но это не так. Эти квадреры четырехфазовые. А это означает, что каждый сигнал управления, который приходит на драйвер не просто распараллеливается, а еще и смещается во времени, тем самым образуя новую фазу. И в результате несложных математических операций перемножением 7 на 2 мы получаем 14 реальных фаз на GPU. Итак, чтобы определить сколько реальных фаз у видеокарты или материнской платы, нужно знать три вещи. Первое. Какой контроллер используется. Второе. Какие используются драйверы. И третье. В каком режиме работает каждый драйвер. Тогда можно собоставить эти данные с количеством линий и мы узнаем сколько фаз питания у нас. Есть драйверы, встроенные в ключ. Тогда такие элементы называются дермосами. Кстати, вот эти MOSFET-ы IR35G, как раз правильнее называть дермосами, так как в них есть свой встроенный драйвер. К примеру, Asus применяет их в материнках без дополнительных драйверов, когда реализовывает не больше 8 фаз питания. Есть даблеры. Это два ключа в одном корпусе. Такие стоят на видеокартах MSI Gaming или Armor. Есть даблеры с двумя фазами. Такие устанавливаются на видеокарты FTW-3. Есть квадры с двумя фазами. Такие у видеокарт Zotac, AMP или Extreme. Но как я понимаю, там применен особый квадрор UP1961 с переменным переключением фаз. Обычно такое применяется в материнских платах, а не в видеокартах. Вот Zotac решил выпендриться. Но в итоге такой квадрор можно считать как раз четырехфазным. Ну и как говорил ранее, квадрор с четырьмя фазами. Такие как IR3599, которые применены в картах MSI Lightning, GALAXHOF и EVGA Kingpin. Но во всех этих картах они используются в режиме двухфазного даблера. А есть еще квадрор UP1911, из-за которого многие считают, что у видеокарт Aorus только три фазы. Но об этом и многом другом, а также о том как технокухня обосралась, обманув своих зрителей, я расскажу в следующем видео.